В художественном музее Краматорска открылась выставка работ воспитанников станции юных техников. Приурочена она была ко дню рождения Краматорска и дню нешкольного работника. Это первая выставка по керамике нового направления в работе станции юных техников. Здесь созданы все условия для того, чтобы дети могли работать с глиной. Есть гончарный круг и печь для обжига. Один навчальный рик. Мы работали за новыми технологиями. У нас появилось устаткование. Мы работаем по трём направлениям. А с первого выросления этого года у нас ещё будет гончарство. Художная керамика, художная керамичная игрушка и декор керамичный. На выставке представлено более 70 работ. 14 из них уже получили награды на выставках всеукраинского уровня. Работы разные, но их объединяет одно – любовь к Украине. Заниматься изготовлением керамических изделий могут дети, начиная с пятого класса. Они могут развивать своё творчество в кружках по художественной керамике, керамической игрушке и керамическому декору. Мы работаем сейчас не только на базе станционных техники, а на базе восьми шкіл міста. Мы очень благодарны, что на сегодняшний день один день наш керамик работает на базе школы. Это и Малатарановка, это и 13-я школа, есть Нагирка, и Шабельківка. И суббота, и неделя работают все кружки с ранку до шостой години. И дети из отдаленных школ имеют возможность приезжать до нас и вдруг позайматься. Это удобный для них час. Руководители кружков рассказали, что глина – уникальный природный материал, работа с которым полезна для развития ребёнка. Глина – это очень перспективный материал, который использовали в все времена. И сейчас мы возвращаемся к этому. Работа с глиной потребует очень много терпения, потому что за одними занятия не может сделать готовый выреб. Мы, керевники, лише даём, подталкиваем, что дети могут сделать. И тут уже немае меж дитячей фантазии. Тут уже можно развить не только свои умения и навыки лепить, малювать, но и всю свою уяву. А у детей вона безмерна. Глина – это очень пластичный материал, который можно разминать, раскатывать. И тем самым, когда дети это выполняют, развивается моторика рук. Занятия, они заспокоюют дитину. То есть, дитина со всей головой поринает в этот мир чаревной творчести. Это, может быть, лучшая качество, которую она может нам дать. Детям нравится работать с природными материалами. Хожу в кружок выготовления сувениров. Мне это интересно, делать работы всякие. Сам процесс делания этих работ, сам процесс понравился. Поздравить станцию юных техников с открытием выставки и наступающим профессиональным праздником пришло много почётных гостей. Это представители власти, управления образования и отдела культуры. Заместитель городского головы Елена Катальникова и секретарь горсовета Игорь Сташкевич вручили коллективу благодарность от городского головы Александра Гончаренко и большой красивый торт от народного депутата Украины Максима Ефимова. Завершилось открытие выставки вручением наград и подарков детям, а также фотографиями на память.